Девушки отдыхают Бам! Девушки отдыхают Александр Миссюра Спасибо тебе огромное И Дмитрий Морозов Спасибо вам за поддержку за эту неделю Ребята, кто только пришел Или может смотреть этот выпуск потом в записи Есть... Вот тут вот у Саши Вот она Кости Хата Это наша маленькая инициатива Которая работает следующим образом Мы собираем себе на новую студию Часть этого... Ну, то есть Часть денег на студию Мы собираем вот через эту инициативу Будем апдейты кидать Эта студия нам даст возможность Сделать намного больше Программы и разных штук Которые мы всегда мечтали делать Но, к сожалению, не можем это осуществить Тут вот, где мы сейчас сидим И все пойдет наверх И все будут процветать И мы очень надеемся на поддержку комьюнити Так что, ребят, если у вас есть возможность Можете нас так поддержать Если нет, тогда соцсети, подписочки Всюду вас ждем А пока что да, кидайте Да Я еще хочу сказать, что Новая студия, знаешь, это Вот, чтобы вы, ребята, понимали Что такое новая студия для нас лично Ну да Мы вот долго довольно уже обсуждаем этот вопрос С Виталиком особенно И вот обговариваем То есть зачем, как, зачем вообще это делать Нужно ли это делать и так далее И так далее Потому что понятно, что это серьезный поворот такой Да Мы вот понимаем, что сейчас у нас Да, сейчас у нас Вот этот Рубикон, да После которого либо мы это делаем Да И мы тогда делаем это серьезно Либо не делаем И тогда Да, в общем, это позволит нам Серьезно заняться каналом Потому что до этих пор это все Ну, такое хобби Детское Детские игры Детское время Детское время Детское время по вечерам Горячие детские времена Ладно Да, да А, еще на Патреоне, ребят На Патреоне в понедельник, да Или в воскресенье вечером Короче, на этой неделе на Патреоне Вышел апдейт по EPKA По EPKA вышел апдейт Первое Первое Как бы первый выпуск дополнений Для EPKA Для маленькой достойной ролевой игры Которую я написал когда-то специально Для Играй-помогай Мы играли маленький ваншот Пародийная игра такая в жанре Боевиков Экшн-фильмов 80-х-90-х годов Ну, очень абсурдная Пародийная, естественно Как я сказал Это первое дополнение Которое называется Первая кровь Один И там собрано Большая куча всяких штук Которые не вошли в основную игру И целое большое Отдельное дополнение Про Хак Я бы даже сказал В стиле Болливудских экшн-фильмов Которые мы написали В соавторстве С Леной Но у тебя мат Вот, так что Спасибо тебе, Лена И, ребята, кто хочет Может подписаться на Патреон Кто еще этого не сделал И забрать оттуда эту штуку Кроме того Ты выложил Новость Такую уж Папа Это маленькие с них пики Карты Которые мы Потихонечку делаем Ласка мне помогает В этом всем Сделать красоту Ну, там уже видно Маленькие такие вещи Которые там собираются Так что, кому интересно На Патреоне Можете это все посмотреть Именно так Ну, и у нас Костиконнект Уже через месяц Да, почти Да, уже месяц Уже меньше месяца На самом деле Фух Ребята, если кто не в курсе Конвент Если вы тут И слушаете нашу передачу И вы не придете На Костиконнект Это не имеет смысла Потому что на Костиконнекте Расскажут вам О новостях игровых Прямо от людей Которые их делают Вы можете пообщаться С людьми Как Крис Перкинс И разработчики От Фрия Лиги И еще многими другими И будет куча презентаций Новых проектов Так что, ребят Го Покупать билет Он Ну, то есть реально Быть там Быть там Так, ладно Давай, да К новостям Их не так много Саш, я всегда мечтал быть Дрампиром Я хочу быть Дрампиром В ДНД Не знаю, почему Не в другой игре А вот именно Дрампиром Хочу быть в ДНД Ты хочешь быть Как в Empire Hunter D Да, абсолютно Просто скопировать Это же имя Хорошо Чтобы тебя звали Может Ви Вимпир Я буду Вимпир Не знаю Ладно, короче Только вот Буквально недавно Выпустили новую Unnourished Arkano Кто не знает Это такие сборники Плейтестовых Дополнений По Денжес и Драгонс Которые Официально выпускают Визерс и Драгонс И потом Если эти штуки Заходят Они попадают В новые книги Как это было С котлом Таши Туда вошло Очень много Всяких мелочей Которые до этого Выходили в виде Как раз таки Unnourished Arkano И новая Unnourished Arkano У нас называется Готические родословные Я бы как-то так Наверное Это назвал Вот И В этой Unnourished Arkano Про готические родословные Нам дали возможность Поиграть Выбрать Как бы Три Как это Родословные Да Родословные Это Первое Это дампиры Это полувампиры Да Как следует из названия Потом Hexblood Проклятокровные Я не знаю как правильно перевести Эльмочки Перерожденные То есть Очень важная особенность Этих трех родословных В том что Технически Этими родословными Могут стать персонажи Любой расы То есть Вы играли Например Дракон рожденным И потом Вы можете стать Дампиром Да Ну или Другим Каким-то из этих Под Под Родословных И так далее В чем их Особенности Там еще Очень важный Момент Что там Есть отдельная Даже сноска В Анарст Аркане Говорящая о том Что Начиная с этой Анарст Арканы Все последующие Дополнения Которые будут Выходить Дэнджерс Драгон С пятой редакции В том числе Новые книги Конечно же Откажутся От Того Чтобы присваивать Расам Бонусы Да Характеристик Расовые бонусы Характеристик И какие-то Культурные Особенности Языков И Привязанных умений Как их использовать Какие-то Тулсаты Да Ну об этом В принципе И раньше уже говорили И раньше было понятно Да Но тут вот это Как бы Они четко Четко напомнили Об этом Да Вот Короче говоря Что нам дают Вот эти Новые родословные Например Дампиры Нам дают Такую таблицу В которой мы можем Рольнуть и посмотреть Какой вид голода У нас есть Который нас съедает Изнутри А что он делает Пьем ли мы кровь Едим ли мы мясо Каннибалируем Короче Но Как он работает Никто не знает Ну понятно Никто не знает Как это работает Это мне показалось Очень странным Да Но там Как бы у тебя есть Клыки Которыми ты можешь кусать И ты можешь либо Восстанавливать себе Хитпойнты Либо добавлять бонус К роллам Да именно так То есть такая вот Маленькая особенность Вот мы теперь Полувампир Прикольно Потом есть вот эти Хексблад Хексблад Это что-то вроде Не до ведьма Не до ведьма Да То есть ваши родители Заказали у ведьмы У ваших родителей Как бы Не получалось Они заказали у ведьмы Подарок под Новый Год И родились вы Короче Ну ваш персонаж В плане имеется ввиду Вот И вы Как бы проявляете Черты Да Связанные Которые связывают вас С этой ведьмой Хекс Которая в пятой редакции Есть И там грубо говоря У тебя какие-то На голове растет Вот эта корона Из клыков Каких-то Короче Такие всякие штуки У тебя есть Два маленьких заклинания Это Disguised Self По-моему И Хекс Да Которые тебе даются И маленькие Какие-то там еще Особенности И Reborn Это перерожденные Как следует Из названия Вас убили А потом вы В воскресли Грубо говоря На Пасху Нет Не на Пасху Да И у вас есть тоже Несколько там Способностей Маленьких Которые позволяют вам Отыгрывать этого персонажа Вам короче Не нужно спать Не нужно есть Не нужно пить И там еще такая штука Что Вы не помните Своего прошлого Но вы когда спите Вы на самом деле не спите Как эльфы Четыре часа Вы там медитируете Грубо говоря Но вы не медитируете А вы Страдаете И пытаетесь Вспомнить свое Прошлое И ГМ вас будет Закидывать флэшбеками Как будто это нельзя Сделать без механики Много Интересных Ремарков Есть насчет Этой всей Вот Ну Анар Тарканы Первая Это интересная штука Что они добавили Такую штуку Как лайнейдж Это означает Что мы На Поверх Своих Обычных Рас Пытаются вытеснить То есть я думаю Что лайнейджер Потом перехватят Как-то Я тоже так думаю Потому что явно Что в геймдизайне Это сейчас слово Нельзя использовать И Ну сейчас получается Что мы очень похоже Начинаем делать то Что в Pathfinder О чем мы говорили Что они начинают Просто слоить Еще какую-то информацию Которую билд на билд На билд на билде Не знаю Тем самым усложняется Усложняя все То есть сейчас у меня Ну То есть В тот момент Когда Я не удивлюсь Когда будут Вот эти вот Как в третьей редакции Как они назывались Престиж-класса Престиж-класса, да Тогда все сразу Станет понятно Но Интересная штука Что Reborn Он мне почему-то Ассоциируется Ну то есть В чем разница Между Rebornом И Вот этим вот Forged Как не Warforged Warforged То есть Warforged У них концепция Такая же Они затерялись Во времени Они не помнят Что произошло С ними Они не знают Кто они были В то время Они освободились И они собственно Тоже механически Они спят И не делают ничего То есть По сути Это Warforged Только он из мяса Ну да Хоть там И написано Что он может быть Тоже големом Ну то есть Механическим То есть Гуманоид механический То есть Не очень вижу В этом смысле Слушай Следующая новость Я знаю Что ты очень любишь Pathfinder Мне кажется Есть новая Как бы Штука О которой можно поговорить Конечно Wrath of the Righteous В фиге Вы знаете Что это такое Это новая Новая штука Новая игра По Pathfinder Которую они Будут выпускать Бета Уже должна быть В феврале Я вообще не слышу Первого числа Завтра Это уже Сейчас Я о ней не слышал До этого вообще ничего Почему? Мне кажется Мы о ней когда-то Давно говорили В горячих Мне кажется Ну в общем интересно Что вот Pathfinder Он как бы Вот был Kingmaker Да И сейчас вот они Пробуют новую игру Запустить Это компьютерная игра Чтобы люди понимали То есть Ну интересно Что они вот пытаются Вот в Компьютерные игры Так вклиниваются Короче Мне кажется Что Kingmaker Достаточно был успешным Ну по сравнению К тому Куда они Ну позиционируют себя О нем много говорили Много играли в него Так что Может оно пошло А я как Если я не ошибаюсь Чтоб я сейчас не соврал Ну по-моему Kingmaker Русская студия же делала Да То есть Это все там происходит То есть Это даже Продукт Который Собственно Производят Тут Прям Так что Прикольно Увидим 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 Что с этого Будет Первого часа То есть Послезавтра На All Games На Твиче Будет Презентация Обеда И увидим Что с этого Интересно Что Будет Есть Baldur Gate А слушай Мнение Эксперта Вить Слушай А Kingmaker Был популярной Игрой То есть Он зашел Или нет Не знаешь Если Витя Не знает Это значит Не популярный Это новый рейтинг Блин Знает ли Витя Или нет Да О Все Новостям Будем давать Такой Пум Витя знает Одобрено Одобрено Витя знает Витя такой Не хочу Ничего Да ладно Идем дальше Так А Кстати Прикольная штука Я про это читал Про кик Да То есть Кикстартер Поделился Кое-какой финансовой информацией За прошлый год И Очень интересно Наблюдать За ростом индустрии Через кикстартер Непосредственно Значит Прибыль То есть Оборот Да Который был поднят На кикстартере В сфере Настольных игр Это включая Настольные ролевые игры И настольные игры В целом Составил 33% От всех Денег На кикстартере За прошлый год А сумма составляет Я вот записал 236 миллионов 629 тысяч 466 долларов Было в прошлом году Поднято на кикстартере В настольных играх Офигеть Это ну Просто что-то в голове Не укладывается Ну явно Что уже пару лет Есть тенденция Что очень многие Настольные игры Или какие-то вот такие Инди проекты Они все уже идут на кикстартер Потому что на кикстартере Это место где Ты купишь настольную игру Настольные игры То есть это такая штука Сейчас она так идет В продаже Наконец-то Есть PDF Нашей С Сашей Любимой игры О которой мы много говорили И когда будет физическая копия Тебе приедет Обязательно Сделаем отдельный Вообще материал про нее И конечно мы говорим Про Бранкалонию Бранкалонию Спагетти фэнтези Да Кто пропустил выпуск Мы в одних из горячих ролевых Рассказывали об этом проекте Когда он еще выходил на кикстартере Бранкалония Это игра Сеттинг Точнее будет правильно сказать Сеттинговое расширение Под пятую редакцию Денженс и дрэгонс Но которая делает Довольно такой Глубокий Я бы сказал Редизайн многих вещей Потому что Жанр и стилистика Выбрана Не очень похожая На то что делает Денженс и дрэгонс Из коробки Нам предлагают Сыграть в такую Фольклорную Сказочную Итальянскую Да Италию Средневековую Фэнтезийную Италию Которая основана На Опять же Сказках Рассказах Каких-то На фольклорных Историях И на Вот фольклоре Именно вот Италии Периода Позднего Средневековья Даже Начало Ренессанса Да Вот такого Такого плана И Это Они сами Называют Эту игру Это Спагетти Фэнтези Короче Сам жанр Он предполагает Такой Мы играем Наемниками Мы играем Наемниками Отребьем Всяким Которая путешествует По этой Фэнтезийной Италии Ввязывается Во всякие Перипетии Занимается Драками В кабаках В авантюры Всякие Ввязываются И в общем Звучит и выглядит Очень бодро Я полистал Книжечку На самом деле Она уже пришла В качестве PDF Вот Понятное дело Что Демка Которая была Она напакована Была и более Крутым артом Вот под завязочку Книга Куда больше Туда Ну как бы Приходится Распылять Вот этот весь арт По всей книге Она Не создает Такое Яркое впечатление Как было Демки И некоторые вещи Кстати Они изменили В плане даже Механическом То есть Они там Даже по классам Я помню Когда мы обсуждали То что на Кикстартере Предполагалось Некоторые вещи Поменяли Именно в этой игре Но В общем и целом Очень интересно Там и свои Расы Какие-то Есть К примеру Там есть Знаешь Именно фольклорное Представление Каких-то Гигантов Великанов Которые Это игровая Раса Это просто Такие Огромные Мужики Короче Потом есть Тоже Фольклорное Представление Таких Во многих Фольклорах Скажем так Сказках Разных народов Мира Есть что-то Вроде Эльфов Но они Называются По-разному То есть В кельтской Мифологии Это там Народ богини Дану Короче И тому подобные Вещи А тут Есть Соответственно Как они правильно Называются Даже точно Не помню Это такие Дети Дети природы Грубо говоря Можно называть Такие лесные Жители Они тоже Они все выглядят Как люди И в этом Как бы Прикол Прикол Этого всего И Только одна Раса Она выглядит Не по-человечески Это Куклы Созданные Из дерева Пиноккио Такие себе В общем Очень круто Там есть отдельное Правило По Мордобою В тавернах Короче Очень классно Я советую Пойти На Драйвшор Пиджи Пдфка Сейчас за 15 баксов Можно пойти Взять Кайфануть Если вам Такое нравится Если ты Посмотрел Морк Борк Поиграл В Металлокалипсис Тенейш из Ди Пересмотрелся Наверное Родилась Такая Короче На кикстартере Новый проект Ну как новый Уже несколько Недель Две недели По-моему Там мы как-то Его пропустили Годз оф Мэтал Они называются Боги металла Рагнарок Да Короче Боги металла Рагнарок Что это такое Рагнарек Наверное Правильно Говорить Но тут написано Я уверен Что оно имеется Ввиду Рок Рок Короче говоря Сами они Называют Эту игру Бомбастическая Вдохновленная Металлом Игра Эпических Масштабов Первое Что у меня Какая у меня Была Ассоциация Когда я посмотрел На это все Что чуваки Игру делают Хантерс Энтертеймент Это Иван Ван Норман Который Чувак связанный С Гикенсандри Чувак с такими Кучерами Да С кучерами Этими бакимбардами Он сейчас главный Редактор У Critical Role На их издательстве Да Ну в общем Он как бы Главный автор Этой игры У меня впечатление Такое Что однажды Иван Ван Норман Зашел на Кикстартер Увидел сборы Муркборга И понял Что нужно делать Что-то Пока эта тема Горяча еще И как Как сделать Металл РПГ Если ты знаком По металлу Только По металлапокалипсису И фильму Тенейшес Ди Да Получится Годс оф метал Рагнарог Короче Там и суть игры Такая Что мир делится На две части Одна Это такая Обычная Обычная Короче Реальность Где живут Тупые обыватели Она называется Мандейния Короче Да Она типа Уныния 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 Да Вот так вот А вторая Реальность Это такая Металл реальность Где живут Боги металла То есть Каждый бог металла Это как Ну как Боги в ДНД И они типа Выбирают себе Аватаров Которых переносят В мир металла Короче И ты в мире металла Там Ну типа Вы собираете Свою группу Музыкальную И вы там Короче ходите И там Всяких Монстров Величей Убиваете Это помнишь Мы когда-то Маленький Зин Смотрели Который был Спуск В ад Металл группой Да Вот И Там классы Мне понравились Названия Бруталайзер Короче Я даже не знаю Кто он Блюдгард Причем Типа Уз Умляу Там Короче Чтобы оно Как моторхед Читалось Это бас-гитарист Короче Это бас-гитарист Да Аккордмастер Ну Кордмейстер Аккордмастер Забыватель Это типа Певец Шреддер Это типа Который там Пилит соляки И он называется Amplord Но по-русски Его можно перевести Как усилорд Это короче Техник группы Которые типа Занимаются Технической составляющей Текки Короче Всем этим дерьмом Витя Ты усилорд Ты усилорд Наш короче Усилорд И мне понравилось Короче Давай-давай Усилорд Сейчас он Усилорд Механика Там короче Пул Д четвертых Вы там Кучу этих Д четвертых Бросаете Каждая четверка Это трибют За который Ты покупаешь Спецэффекты А каждая единичка Это фидбэк Фидбэк Это в плане Музыкальной терминологии Это когда вы Гитару слишком близко К колонке Поднесете И начинаете Вот эта вот Фигня начинается Короче Вот Вы за единички Накапливаете фидбэк Который могут Использовать противники Против вас Вот Короче Ну оно на самом деле Оно такое очень знаешь Стереотипное представление Про металл Мне кажется Про эту всю культуру И там типа Броня Это кожаные куртки С шипами И вот это вот все Типа Эти Моргенштерны Где там у тебя На цепи микрофон Висит Ну такая всякая чушь Но оно выглядит забавно На самом деле И там тоже Саундтрек Я кстати тут Сделал ошибку Днигай Как там другая группа Я потом узнал это Они нашли каких-то Стариков из старых Металлгрупп Которые уже развалились И эти старики Запишут им Какой-то там Типа кавер Альбом Короче Саундтрек В общем Да Такая вот фигня 50 баксов Книга стоит На кикстартере Можно пойти взять Кому это интересно Вторая штука Тоже найдет Я думаю Своих поклонников Iron Kingdoms Requiem Выходит под пятую редакцию На кикстартер тоже Да Выходит под пятую редакцию Dungeons & Dragons То есть Сеттинг Iron Kingdoms Который многим из вас Может быть знаком По серии варгеймов Которые Довольно популярные Окей Я даже не знаю Типа составляют ли они Вархамеру Сорокотоннику Какую-то конкуренцию Да Но они Они Ну Это War Machines Да Типа прямо Они там В топе где-то Вот И Они это называют Full Metal Fantasy У нас там будут Gun Mage Короче Варкастеры Которые управляют Этими Стимджеками Этими здоровенными Стимпанковыми роботами Боевые алхимики И подобная штука То есть Это Кто не знаком С этим сеттингом Это по-моему Квинтэссенция Стимпанка Такая ядреная Да На стероидах И вот это То чем пытается Быть и Берон Мне кажется Но у него не получается Ну да Чуть по-другому Это Private Repress Да Private Repress И есть настольная ролевая игра На самом деле Iron Kingdoms RPG Но почему-то Они вот решили Ну почему Понятно Почему они решили На пятую редакцию Попробовать выйти Что кто-то играл Да 50 баксов Стоит книга правил И за 100 баксов Можно взять Набор с книги правил Монстр Номикона И одного приключения Вот такая вот штука Да Фух Ладно Марс Светит там где-то В небесах Красная наша звезда Да И мы приходим К книге Которую выпустил Модифиус На своей системе 2 Д20 Мы говорили Об этой системе Уже Когда мы обозревали Кону Давай пару слов Джоне Карпентере Джон Карпентер Джон ов Марс Да Джон Картер Из Марса С Марса Для тех Кто не знаком С этим словосочетанием Немножечко бэкстори Джон Картер С Марса Это не просто Настольно-ролевая игра Это настольно-ролевая игра По мотивам Серии Цикла Произведений Великого Эдгара Райза Бэрроуза Который написал Тарзана Соломона Кейна Cave Girl И он же написал Джона Картера С Марса Это Эталон Пальповой Фантастики Начало века 20-е годы Если я не ошибаюсь Плюс-минус Рассказывает нам О бывшем Ветеране Конфедерате Джоне Картере Который с Вирджинией Переносится На Марс Фантастический Марс Который называется На родном языке Марсиан Барсум И это Планета Уничтоженная Войнами Экологическими Всякими Бедами И тому подобными Вещами Умирающая Планета Она является Домом для Множества Марсианских Народов И Джон Картер Становится там Героем Который там Помогает Решать Всякие Проблемы Борется Со злом В итоге Становится Даже каким-то Принцем И правителем Ну в общем Классика Пальповой Такой Фантастики Что важно Знать еще Про эту серию Что она вдохновила Была Источником Для вдохновения Для огромного количества Современной Фантастики И В том числе Для Звездных войн Потому что Мы будем об этом Говорить дальше Особенно Возвращение Джедая Это По-моему По-моему Это прям Ода Джону Картеру С Марса И Может быть Кто-то из вас Знаком с Этой Франшизой По Фильму Который выходил Ну там где-то В начале 2000-х Точно сейчас Не вспомню Ладно Джон Картер Первым же делом Книжка Что интересно Если вы заметили Она в альбомном формате Что у нас По-моему Еще не было Даже еще книги На горячих Это необычное решение Но вовсе Неплохое На самом деле Не так уж Странно Чувствуется В ручках Обложечка 2D20 Окей Давай поговорим Как Как использует Modifus 2D20 Вновь Использует ли это Опять Как Для того Чтобы это была Хорошая игра Или это опять как Конан Как энциклопедия Для фанатов Плюс информации о мире Да Кстати Важно сказать Что как и Конан Эта игра Разрабатывалась В тесном Сотрудничестве С фондом наследия Эдгара Райза Берлса Поэтому В качестве Даже Такого Справочника По Сеттинговой Информации Эта книга Очень Большой Такой Короче Она очень Аккуратно Относится К деталям То есть Очень много Таких нюансов За которые Хочется в принципе Сказать спасибо Ребятам С Modifus За то что Они вот так Бережно Переносят То что Написал Эдгар Райс Берлс И попытались По сути 11 книг Которые есть По Джону Картеру Как-то Скомпилировать Вот в эту 250 страничную Книжульку И в принципе Здесь очень много Контента Короче говоря Механика 2D20 Что она Из себя представляет Она очень простая И в Джоне Картере Она Даже не так Она не то что Очень простая Но в Джоне Картере Она Как очень Вылизана Очень Элегантно Мне кажется Упрощена Это Мне кажется Опять же Самая Наверное Такая Скоростная И лайтрульная По моему Итерация Этой системы Именно в Джоне Картере Я надеюсь Что в дальнейшем Игры На 2D20 Будут следовать Больше этой модели Потому что Даже сравнивая С Конаном Куда более Играбельно выглядит Короче говоря В этой игре Они отказались От навыков У нас есть 6 характеристик Которые называются Там Могучий Там Ловкий Там Не знаю Дерзкий И тому подобные вещи И каждый раз Когда мы хотим Совершить Некое действие Гэм Нам Называет Комбинацию Из каких Двух характеристик Нам нужно Проверить К примеру Если я хочу Не знаю Перепрыгнуть Там С одного Летающего корабля На другой Летающий корабль Которые парят Понятное дело Над пустынями Барсума Я бросаю К примеру Там Деринг Да Вот эта дерзкость И там Какую-то ловкость Или что-то в этом духе Для того чтобы Выкинуть меньше Да Как это работает То есть у нас есть Параметр Например 1 и 2 У них есть какие-то значения 4 и 5 К примеру В сумме Это 9 9 это наша Сложность броска Мы бросаем 2 до 20 И нам нужно выбросить Меньше чем Значение Если у нас на одном кубике Выпадает Меньше чем это значение Клево У нас там Один успех На двух кубиках Выпадает меньше чем значение Два успеха Если на одном из кубиков Выпадает Ниже чем значение Самой низкой характеристики В этой комбинации То у нас мы получаем Еще экстра успех То есть теоретически Такой проверкой Мы можем выкинуть До 4 успехов Несмотря на то Что мы бросаем 2 кубика Против этой комбинации И сложность Той или иной проверки Опять же Определяется В количестве успехов Которые нам нужно набрать В некоторых случаях Это может быть там 5 Даже к примеру Потому что Некоторые особенности Способности Могут добавлять нам Экстра кубики Для броска Вот Вот и вся механика Что важно еще знать Что вот эти экстра успехи Которые мы набираем То есть то что мы набрали Больше чем Сложность необходимая нам Для проверки Превращаются в Импульс Так называемый Моментум он в игре Называется Который мы можем Тратить на всяческие Особенности Способности Добавлять себе Экстра кубики К броскам И тому подобные вещи И в принципе Эта механика Она очень Легенькая И даже большинство Трэйтов Которые тут есть То есть персонаж Описывается вот этими Шестью характеристиками И трэйтами То есть особенностями Это как фиты Что ли И в принципе Большинство из этих фитов Они довольно такие Опять же Они описаны Более нарративно Чем механистически Как-то То есть у нас Меньше каких-то циферок Там да А больше там Каких-то Ты можешь Универсальных Таких Да 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 Можешь прыгнуть высоко А сколько это Это самое То есть такого рода вещей И вот Мы в принципе Можем вот это все Активировать Этими Импульсом Вот этими Подобными вещами И оно все Очень классно Передает дух Пальпа То есть Именно вот этой Бесшабашной Дерзкой Авантюры Приключений Действительно Вот эти летающие Корабли над пустыней Мы над ними там Прыгаем Короче берем на абордаж И все вот это вот Оно действительно Классно работает С этим настроением И Кстати оно Мне кажется Даже Вот Бодрее передает Дух Вот этой авантюры Чем Тот же дневник Авантюриста Который в принципе Под пальп заточен Хотя он куда более Кранчивый Более нагружен Деталями и механикой Такая вот Очень просто Механика Из себя представляет Есть Генерация персонажей Да У нас есть Несколько рас На выбор У нас есть Рожденные на земле Обычные люди Которые попадают На Марс Есть Несколько Локальных народов И они В стиле Эпохи Да Отличаются Цветом кожи Типа за что В принципе Ну этот цикл Да Джонни Картер С Марса Сейчас Он такой К нему относятся С такой Немножечко Ну не знаю Как это даже Правильно называть С осторожностью Потому что Это сегодня Не принято Да Вот Как бы Многие вот эти Условности Которые есть Джонни Картер Они сегодня Вот так К ним Кстати Джон Картер Мы просто Недавно говорили Джон Картер Явно Дарк Сан И Джон Картер Это тоже Хорошие друзья Конечно Да Ну то есть Мы недавно Просто говорили Про Дарк Сан Там было Уминание Джон Картера Что оттуда Тоже Это бралось И там Там тоже Как с Дарк Саном Так и Собственно И с Джоном Картером Да Да Надо быть аккуратно Да Ну и Изображение Разных Да Да Тут есть То есть Все цвета Да Марсиане Они отличаются От цветом кожи Основные Основной народ Это Красные Марсиане Это как бы Самый главный Можно так сказать Народ Который умеет Пользоваться Технологиями И так далее Есть Таинственные Марсиане С желтым Цветом кожи Есть Таинственные Марсиане С синим Цветом кожи Есть там Эти Тодоки Или как там Они точно Называются Не помню Они зеленые Огромные Такие Со здоровенными Клыками Четырьмя руками Короче Это наверное Тодоки Да Я вспомнил Откуда взялись В Дарк Сане Эти Трикины Трикины Да Тодоки Наверное Из Джона Картера Наверное Были самые Иконичные Они Потом Кочевали Во многие Очень много Разных Ну то есть Вообще их образ Мне кажется Очень хорошо Ну то есть Я имею ввиду Он как-то Зародился И потом Начал Расползаться Повсюду Мы когда Говорили про Скавенджер Один проект Там точно Это То есть Это они Токи Опять Эти же чуваки С лапами Вот собственно Арт Давай остановимся Найдем чуть-чуть И поговорим О том Первый же Днем Когда мы Открываем Я когда Открыл Книгу Я такой This looks awesome Потому что Кто знаком С нами И кто Уже смотрел Миллион книг Это Франческа Это ее Карты Это сразу Видно Она топовая Реально Она реально Топовая Но Она только Тогда Делает хорошо Когда Она делает Карты Потому что Она сделала Тут И Собственно Дизайн И Чарника Который Выглядит Ну дизайн Чарника Да Чарлиста Вообще Такое Ни о чем Ни о чем Да Согласен И на самом деле Это так То есть Он красивый Но Пользоваться им Непонятно Как Ладно Это кстати Проблема Чарника И Конана Да Они же Тоже Перегруженный Ужасно Все такие красивые Блин Где он В самом конце А ты уже Показал О Спасибо Вот он Да То есть Ну чтобы мы с Сашей видели Вот он Он какой-то такой Ну окей Как бы Ну есть люди На самом деле Знаешь Ролевики делятся На двое людей Которые говорят Ты это Да Или те Которые Типа Что Зачем Как этим пользоваться Гороче Не суть важно Я удивлен тому Что Зная Франческу Что она Вот Участвует в этом проекте Это выглядит офигенно А потом ты открываешь книгу И тут у нас Начинаются вопросы Ну Да Что происходит Когда вы нанимаете художников Заказываете Карактер арт За 25 баксов Ну это реально Ну то есть Я не шучу То есть Вот такой вот Наверное арт Где-то Ну в среднем Будет стоить Ну не Ну больше Ну если они заплатили Больше И киданули Ну то есть Ну то есть Собственно В книге То есть Мы все Сейчас Мы говорили о Дарксане Там такой арт Тут все Он тут очень вразнобой Да Но есть какие-то хорошие А есть прям Вот прям очень плохо И Джон Картер На самом деле Его визуал был Частью его продаж Всегда Да Вот тоже Да Пример Есть панорамный Какой-то арт Он на самом деле Супер простой Но он не вызывает Какого-то такого Что это Да То есть он дает Какую-то атмосферу И классно Да Все клево Но когда мы Сталкиваемся С артом персонажей Да Ну Сейчас я еще покажу Ну что Прям Как-то Я даже Есть ведь у нас Какие-то вырезанные Красавцы Даже вот просто Не знаю Это Это Ребят Главная проблема Этой книги То есть Ну все остальное Это Понятное дело Это понятно Ну то есть Тут и верст Иногда интересные Какие-то вещи Происходят Которые Мы Просто Знаешь У нас Как этот Hot Springs Синдром Это после того Как мы посмотрели Что там Идеально На каждой странице Все Узабл Тут у нас Какие-то Дыры Непонятные Арты Какие-то Такие странные Оформление книги Вот что-то Тяжеленькое Тяжеленькое Тяжело Но на самом деле Я вот Когда Думаю Про Джона Картера У меня Первое Что в голову Приходит Ну визуал Какой красивый Должен быть И В отличие В том Как мы говорили В Коннане Когда они работали В Коннане Были офигенные Арты Это очень заметно Очень заметно Причем Обложка Джона Картера Она вполне такая Продаваемая Она не выглядит плохо Она Ну типа Она на любителя Понятное дело То есть стиль Сам арта Он на любителя Но Он не выглядит плохо То есть я увидел Прикольно Прикольно Нормально выглядит Проблема С наполнением То есть С внутренним Интериор артом Он Такой Даже не на троечку Я бы сказал Он слабенький Слабовато Но Ну реально Сделай Тебе так Потому что Оттуда Можно Реально Что Коннан Был намного Лучше Как-то Собран В общем Да Короче Возвращаясь К самой Игре Насыщению Так сказать Игры Мы генерим Себе персонажей Тоже очень просто В этой игре Мы выбираем Вот эту расу Которая Опять же Это скорее Рекомендации Какие-то Нежели Это какие-то Жесткие рамки То есть Что ты можешь Чего ты не можешь Понятно Есть Конечно же Нюансы То есть К примеру Древними технологиями Могут пользоваться Только красные Марсианы Ну и так далее И так далее Но это такие Опять же Нарративные Какие-то вещи Это не циферки Это именно Описательные Какие-то Особенности Персонажей Мы выбираем Себе Точно так же Дескриптор Описательное Слово Которое Говорит Мы сильные И оно нам Дает Плюс один Это единственный По-моему Момент Где нам Дают какие-то Циферки Плюс один На такой стат Плюс один На такой стат Или там Мы там Не знаю Там Джентльмен С Вирджинии И тогда Мы получаем Плюс на эмпатию Еще на что-то Такого рода вещи И Понятное дело Там есть какие-то Недостатки Мы себе выбираем Подобные вещи Сказывают Да Арты Такие Но Ценность книги Как я и говорил Механика Тут все это Расписано Технологии Которые тут есть Артефакты Оружие Какое-то И тому подобное Вещи Какие-то Радиевые Винтовки Какие-то Всякое такое Вот И В чем ценность Книги Это как раз Таки В Описании Барсума Этого самого Мира Сеттинг Да Опять же Мы очень часто Говорим Что когда нам Вываливают Просто Полотна Текста Оно Как бы Ну типа Есть Никто это Особо не читает Но опять же Как некий Справочник По Барсуму Да Вполне Вполне И даже Я бы даже сказал Что это некая Такая хрестоматия По Барсуму Вместо того Чтобы прочитать 11 книг Да О Джоне Картере Можно открыть Вот эти 250 страничек Найти нужный вам Кусочек какой-то И прочитать что-то Об сеттинге Сам сеттинг Он из себя В большинстве случаев Представляет То есть Это как бы Города-государства Они тут все Описаны В деталях Есть Бестиарий Конечно же Марса Есть Какие-то Тайны Которые Ну как бы Связаны С самим Сеттингами Как бы Как это Использовать На игре Есть Даже Такая Галерея Как бы Сигнатурных Персонажей С рассказов Которые Описаны В виде Механики Игры То есть Чтобы дать Представление О том Как это Работает И есть Даже Приключение Оно называется Торговцы Разумом С Марса Звучит Очень сайфайно Ну то есть Пальповая Фантастика Такая Ну оно Классно звучит Слушай А это Джон Картер Это разве Сайфай Это не Какой-то Сайфай Фэнтези Ну это Вообще Правильно Это Называть Планетарный Планетарный Типа Планетарный Романс Или как-то Так Планетарный Романы Короче Планетарный Роман Да Как-то Так Прикольно И тут Есть еще Интересная Штука По-моему 9 или 10 Очень коротких Приключений На одну Страницу Скорее Темплейтов Для приключений Классная идея Это Кстати Неплохая Штука То есть Одно Полноценное Приключение И 9 Таких Заготовок Если Я не Ошибаюсь Чтобы Я не Соврал Сейчас На самом деле Мы еще Такого По-моему Нигде Не встречали Но По-моему В Киберпанке В Киберпанке Было такое В оригинальном Тоже было Я сейчас По-моему Наткнулся На это Сейчас Недавно Выходил Одрунквест Новый сборник И там У них Тоже Такие Мелкие Были Подборки Тоже На одну Или На две Страницы То есть Даже Не описание А просто Направление Куда Это Можно Делать Да Да И тут Описаны Кстати Несколько Периодов В истории Барсума В которых Вы можете Играть В Джона Картера Как и В романах Короче Если вам Интересен Если вы Читали Когда-то Джона Картера С Марса И хотите Поностальгировать Вернуться В мир Барсума Отличная Книга Если вам Вообще Нравится Эстетика Вот этого Умирающего Пустынного Мира На Марсе Опять же Джон Картер С Марса Отличная штука Есть конечно же Очень похожие Интерпретации Явно вдохновленные Джоном Картером Барсумом Это И Сеттинг Purple Planet Под Dungeon Crawl Classics Да И Сеттинг Опять же Больше Сарной Каркоза Называемый Там Там Даже Расы Называются Под цветом Кожи Точно так же В общем Но тем не менее Это как вот Такая Дань Уважение Мне кажется Культовым Рассказом О Джоне Картере Которые повлияли На Фантастику В общем и целом Потому что даже Ну именно В сеттинге Барсума Да И в Джоне Картере Встречается слово Джедак Где-то Где-то мы это Слышали И люди там Одеваются В вот эти Особенно Если смотреть На описание Персонажей Там Вот этих Дам И в этих Таких Кожаных Ремешках В таких Инкрустациях С золотом Короче Которые очень Напоминают Наряд Принцессы Леи Из Да 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 Ну Понятное дело Что это все Было написано Намного раньше Чем вышли Звездные войны Понятно Откуда Вдохновлялся Собственно Джордж Лукас Который Что не секрет Является Огромным Фанатом И поклонником Именно Сеттинга Барсума И Джона Картера Так что Джон Картер В Марс Да Поставим сюда И дадим ему Оценочку Давай Джон Картер В Марс Как книга Как настольная Ролевая игра Мы будем ее Так рассматривать Наверное Как справочник Отличная вещь Реально Отличная вещь Как книга Оформлена Ну уже Не особо Как 2D20 Система Уже получше Уже получше Намного лучше Опять же Как сеттинг Не хватает Более практического Применения Да Вместо вот этого Инфодампа То есть я бы Предпочел увидеть Больше каких-то Генераторов Чего-то Связанных с Барсумом Потому что Барсум Огромная планета Пустынная Да Она пустая Заполняйте ее Чем-то интересным А чем заполнять Не очень понятно Я понял Вот Ну Давай дадим его Саш Кидай ты 6-7 Не знаю 6-7 Тут Это не Шестерочка Шестерочка Наверное Вот Где-то Шестерочка Где-то Там 5,9 Да Короче Давайте Шестерочку дадим За Эдгара Райза Баррелса Да Да У нас все-таки Плакат Висит У нас У нас Да У нас Плакат Висит Короче 6 О Отлично 5,9 Ты 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 нарезал Лицо Денису Да 5,9 Джон Картер Кстати С Марса Он такой же крутой Как и Денис На самом деле Ну да На Марсе Потому что он Это может его предок Да Я думаю что Джон Картер Это предок Дениса Пусть так Абсолютно Почему нет Ладно Вот такой вот он Джон Картер С Марса Ребята Модифиус выпускает Можно прямо сейчас Пойти купить Оно продается В классных Слепкейсах А ну и книга В непривычном формате Это очень прикольно Прикольно По крайней мере Да Вот так что Кому нравится Кому нравится Однозначно Интересная штука Иметь в библиотеке Мне кажется что Это интересно тоже Тем людям Которые интересуются Вообще общим Каким-то фэнтезийным И сайфайным Сеттингами И играми Я думаю что вы Много всего найдете Тут что вы увидите Потом в позже Каких-то игрок Или итерациях Ребят у нас Ладно Есть 3 минуты На какие-то вопросы 2-3 вопроса Потому что после этого У нас патроновский Q&A Если вы Наши патроны Ждем вас на Q&A На ютубе Как мы обычно это делаем А если есть Какие-то вопросы Тогда мы сейчас Можем ответить Если они прям Вот прям сейчас будут Кстати вижу Классный вопрос От Flashback Project Будут ли у нас Обзоры На Цвайхандер И Shadow of the Demon Lord Да Нужно их купить Нужно Нужно У нас есть список Must Цвайхандер Эти штуки Обязательно будут Ребята Мне самому лично Очень нравится Shadow of the Demon Lord Мне очень нравится Эта игра На самом деле Она Блин Классная Классная Обязательно Я только Я недавно понял Что Цвайхандер Это американский Я думал Это немецкая Не знаю почему Ну потому что Цвайхандер Цвайхандер Да Ну потому что Это форк На Warhammer Fantasy Ролплей И как бы он такой Священная римская империя Кто из костей фанат героев третьего Почему выбрали Инферно Молодец Кто-то понял Что это Инферно Тем кто родился до 90-го года Да Почему выбрали Инферно Ну потому что Там Сейта Больше нету Никаких умных этих Ну интересно Как истоки фэнтези А вот сейчас Уже очень сложно Будет игроков Заинтересовать Мне кажется Hobbit Games Говорит Да все фэнтези Оно Блин Ребята Истоки Ладно 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 Даже не буду Не буду Я не триггернулся Ребята Не надо триггериться На самом деле Этим тоже можно Точно так же заинтересовать Почему бы и нет Не нужно говорить Что это какая-то летопись Просто представьте Этот сеттинг Он на самом деле До сих пор Я думаю актуальный Сеттинг более чем актуальный То есть Если вы Очень странно Относиться к вещам Оно вышло в 20-х Да нет Это какое-то старье Оно не так В данный момент Работает Мне кажется Если вы смотрите фильм Понятно Что может так Это чувствоваться Так что вот так вот Ладно ребята Наверное мы будем идти Потому что мы опаздываем Да мы опаздываем На Q&A Сегодня очень короткое У нас с вами было обсуждение Ну давай Последний вопрос Веселый геккон Веселый геккон Да Давай я тебе зачитаю Виталий Когда вы начинали Эноа Персонажи игроков Были из Невервинтера Эноа была как бы Предысторией Невервинтера Сейчас Эноа Как-то связана С Невервинтером И Форготен Релмс Или это полностью Самостоятельная вселенная Тебе сейчас Велосипедную спицу Просто под ребро Забили По-моему Эноа Я могу ответить за тебя Не я отвечу Давай Пожалуйста Александр Дайте мне Да Эноа Это предыстория Невервинтера И Великий город Агджин Это на самом деле В будущем Невервинтер На этом мы и закончим Всем Вас очень любим Спасибо большое Увидимся на Q&A Пока что Заходите к нам на Дискорд Пока Субтитры сделал DimaTorzok